добрый день дорогие друзья и рад вас приветствовать на моем канале и сегодня мы смотрим следующую карту он называется на варваровка и я вам сразу скажу да что карта довольно интересная я бы попросил бы вас обратить на нее внимание тоже да она довольно детализирована и очень качественно сделано вот и но смотрим и как всегда на русской техники и это будет на сей раз масс вот такой вот мой зигна будет со шторками внутри так хорошо что у нас кабине кабине у нас вот что вот такой вот у нас масс вот и поехали начнем обзор маккарта наверное самого вверху да там где товарный склад туда по и оттуда уже поедет постепенно вниз так но мы видим что это сейчас мы были на но в магазине да где у нас техника покупается и продается вот и мы вот купили этот мазда мост эти не дешевые я вам скажу сразу не из дешевых вот но тем не менее он такой прикольный я ну насколько я знаю что еще к нему можно прицеп прикрепить присоединить вот так но вот видим что электропередачи до высоковольтные у нас идут тоже да и они идут тоже могут посреди поля идти еще один плюсик так растительные каналы которые тоже до говорил тоже есть на этой карте поэтому еще один плюсик вот и мы заезжаем сюда прием сельхозпродуктов заезжаем сюда и что мы тут видим мы видим поезд видим поезд здесь мы разгружаемся да я так понимаю вот тут вот по идее вот и потом это все перезагружается в поезд и поезд мы можем отправлять все работает нажимаем и поезд делает ту ту и он уезжает еще один плюсик да также автор написал что в этой карте тоже можно использовать принципе как и на балдейки надо можно садить подсолнухи и тому подобное да там лес продавать выращивать и так далее принципе все эти моменты как бы тоже тут учтены обратите внимание что карта и мини карта соответствуют фактическому нахождению игрока да где мы находимся там на карте точно отображается и все вот едет поезд кстати давай давай езжай здорово васька вот едет поезд у нас тут еще и мы поедем сейчас дальше с вами поедем к курятнику да посмотрим курятник потом посмотрим ферму и будем потихоньку дальше двигаться вот варваров когда у нас получается вот такой вот знак мы въезжаем варваровку вот и поехали смотреть на карту дальше да у нас такое поле поле у нас нестандартное как бы на самом деле это хорошо мне хотелось бы не на нестандартных полях работать да потому что ну стандартные поля как бы квадратные как-то это не то все у нас не так да у нас не так на самом деле у нас нет квадратных полей у нас все через одно место сделано поэтому хочется так и такую же карту хочется так у нас есть мост да речка вот у нас есть есть мостик через речку единственное что мы с вами не сюда поехали не сюда поехали давайте мы вернемся все таки да к нашим курам так мы можем проехать как-то не придется ну а ну ладно мы срежем до сюда по болотцу не заряжайте на глубину так хорошо так мы видим он курятник нужны кому-то тут кукурузу помяли вот ну да ладно так но это вот уже идет деревня до сама варваровка это вот такие вот домики тут стоят интересные вот это кстати дом председателя колхоза то бишь мой до злая собака осторожно вот такой вот домик вот такой вот цветочки там растут все дела так поехали дальше кстати а где кура я что-то так походил а кура на территории да курятник там на территории я вам забыл показать его кстати ребята писали что на этих картах проезжаешь сквозь заборы сквозь там ангары на это не так на самом деле но вот наш курятник у нас только один петух давайте мы ему купим что-нибудь что-нибудь каких-нибудь пару пару курочек да чтоб он их топтал так и вот курочки наши появились одна беленькая две беленькие да вот такой вот у нас курятник так хорошо и я вам продемонстрирую это да что на самом деле техника не проезжает через забор сквозь забор и сквозь ангар это все ерунда но может быть где-то это и есть да на каких-то карты но здесь нет но допустим тот же курятник да он пожалуйста не едет никуда ничего не проезжает давайте в соседний забор въедем в забор он проехал да но как бы он въехал у него не заехал внутрь так что все тут нормально сделано в этом плане я не знаю почему ребята так пишут и говорят ну да ладно так едем дальше варваровка у нас такая довольно-таки длинная да домов тут достаточно много поднимаемся на горку горка у нас такая сделана классная и мы видим пляжик такой на спуск к речке давайте глянем его там какой-то лес лесок там какой-то что там за лесок непонятно ладно вот тут у нас водичка пляжик такой и на том берегу мы видим что да тоже дома там стоят это уже какая-то наверное другая деревня но не варваровка явно так едем дальше дальше у нас есть такой вот как сказать из этого озера да вытекает уже речка речка идет по всей варвары течет знак и правильно да бог так едем дальше едем к нашим коровкам давайте свернем по полю наши коровки да здесь и мы видим первое что да нам встречается здесь навоз сюда стекает навоз и мы здесь можем заполнять навоз на что видите написано уровень заполнения 0 до у нас коров нету и соответственно уровень 0 заполнения но здесь тем не менее он набирать надо навоз есть у нас силосная яма да для силоза и для того чтоб кормить обратите внимание что она по бокам да яма это и видно что что она рабочие до что бог растет от проливали вот таком плане что наживая как бы яма это радует на самом деле они так что ее только что построили данном такая чистенькая танцы выделены так едем дальше у нас тут по дороге есть заправка да я так предполагаю что это наш гараж да давайте-ка заедем сразу посмотрим что он из себя представляет такие вот у нас ворота ворота работают не работают работали ворота честном скажу я заезжал и ворота работали открывались ладно бог с ним может быть просто на мод на этот они не реагируют но вообще игры что я заезжал я на другой технике на кразе и осматривал ее и они работали так что я хочу свое слово защиту этой карты сказать да так а что у нас он там я даже туда не ездил давайте посмотрим здесь у нас заправка да и такой вот гаражик я думаю что технику здесь будет ну нам удобно хранить так тоже какой-то да а тут уже выгрузка да пошла ангар для чего-то или какой-то культура почему он как-то так сделаем с краю непонятно ну да ладно описание карты надо почитать будет как я уже говорил да я не смотрел мы сейчас просто смотрим на нее что она себя представляет именно в плане красоты и всех объектов да как который здесь находится взаимодействие мы не проверяем и потом уже если мы выберем ее тогда уже будем осматривать досконально так и вот здесь я так понимаю зернохранилище у нас идет можем и зерном здесь справиться до заполнения вот верно давайте заправимся насыпем там сколько-нибудь пшеницы чтоб не пустыми и хорош все заправились мы зерном и я так понимаю что это тут выгрузка должна быть а где выгрузка так тут мы засыпаем зерно а где выгружаем неужели выгрузка вот здесь на истакаде на этом давайте попробуем заедем будет интересно если она так да и трудно да разгрузить смотрите таким образом разгружаемся что прикольно ладно разгрузились да заодно посмотрели как наш масло работает так и давайте уже раз мы тут недалеко у нас недалеко у нас помнём грядки кому-то потопчем у нас еще здесь до места разгрузки я так понимаю что сюда мы высыпаем уже непосредственно картошку там свеклу и все такое прочее так но раз мы сюда уже заехали давайте уже дальше поедем посмотрим что у нас там есть так а что у нас там у нас теплоцентраль там да вот мы видим что деревушка такая здоровая довольно таки не мелкая так и давайте посмотрим что у нас тут так ну вот я вижу куда щепу да высыпать обратите внимание какое поле здоровое здоровое поле было бы классно вспыхать и засеять да так но вот здесь вот находится это место где щепу мы высыпаем и соответственно продаем таков таким образом да так но и все эту сторону карты мы вроде бы как бы рассмотрели да давайте поедем сюда давайте поедем сюда но тут у нас как школа какая-то на школу похоже на футбольное поле есть да так тоже большое поле так хорошо да мало двухэтажные есть небольшие дак которые на самом деле в деревнях они есть там даже трехэтажный бывает панельки встречаются так еще одна заправка у нас у нас у нас всего на карте 3 заправки вот знак смотрите слетел бы и валяется внизу так вот еще одна заправка тоже типа такой гаражик до небольшенький тоже будем хранить технику тут если выберем эту карту для игры так давайте мы по эстакаде проедем поезжаем съехали так и давайте поедем намечен наметим дальше нам наш маршрут поедем через поле наверное я думаю сразу на маслозавод ну как я уже говорил или не говорил не знаю не помню значит скажу еще раз у нас здесь а вот еще постройка у нас здесь можно выращивать подсолнухи да и соответственно я так понимаю что на маслозавод мы можем их завозить и продавать вот поэтому карты я говорю что здоровская вообще классная и она конкуренция балдейки нас и ставит на самом деле при голосовании да при выборе карты молокозавод ну теоретически сюда можно привозить непосредственно молоко на продажу да который коровки наши там дают сюда привозим продаем так хорошо нам надо как-то на ту сторону попасть как-то на ту сторону кстати вот железнодорожная станция вокзал так откуда уезжают люди варваровка станция варваровка так мы проедем тут вообще я ничего не вижу куда я еду так и давайте сразу отправимся на завод на это маслозавод еще одно поле да вот столб до стоит среди поля еще один объект какой-то не знаю что он себя представляет ну возможно сюда тоже можно чтобы проводить привозить продавать пока непонятно так вот масло экстракционный завод поток но вот по идее по идее сюда надо и привозить подсолнухи да вот такой вот заводик видно что завод прибыльный до о ванька дай прикурить прикурили хоба сели поехали дальше так люди ходят по заводу да что он он живой такой да завод это радует тоже так хорошо выезжаем отсюда отсюда и едем дальше осматривать нашу варваровку так следующий у нас зерновой элеватор и транспортная компания даже штуки давайте туда съездим домики домики стоят они как бы разбросаны по всей карте да и но они не лишние они-то как бы дополняют эту карту картинку до своего рода создают такую это на самом деле очень интересно ну приветствуется скажем так только так и я так понимаю что здесь мы можем тоже продавать да по идее наша культура вот тут зерно элеватор или как-то так называется да да зерно элеватор вот вот так вот вот что он из себя представляет да дифференциал отключать на мазе не угол разворота маленький так и вот здесь вот я так понимаю уже разгрузка непосредственно хорошо посмотрели эту часть поехали дальше опять здесь железнодорожный переезд у нас да и вот там транспортная компания у нас идет давайте туда съездим посмотрим что у нас тут ворота работают не ну ребят на самом деле игры что работа равно ворота работали они открывались я ездил на кразе они работали видимо на масса они как-то не реагируют на это либо мод может быть такой не до конца сделан или как-то не знаю может они конфликтуют там карта именно с этим модом с этой машины потому что ворота открывались так ну вот такая вот у нас выгрузка там да так и давайте посмотрим что еще есть на этой карте так есть заправка есть магазин который мы с вами не ездили поедем куда съездить вот поиск стоит товарный да так ну вот заправка идет давайте заедем посмотрим что там оно что за заправка так какой-то бассейн там или что это непонятно вот заправка сама да и но я думаю что кроме заправки тут ничего наверное нет такого что нам пригодится в но по игре до вперед к победе коммунизма такой плакат тут висит победе коммунизма до вперед хорошо посмотрели мы эту заправку давайте дальше поедем так у нас есть еще магазин и есть овцы да овцеводство где у нас так чтобы немножко не в ту сторону поехали ну ладно вот кстати мостик такой да тоже своеобразный с камышами прикольная а магазин это где вот мы были да с вами купили технику так как нам этих овец поглянуть что там за овцы давайте по этой карте проведемся немножко еще до повернем сюда ну я так понимаю вон где загон там как раз таки эти овцы и будут так есть тут мостик да есть мостик свалиться с него так ну и тут я так понимаю ферма именно по произведению овец да давайте попробуем купить купим раз два три четыре посмотрим будут там они ползать да вот а наши овечки они тут как бы тусуются на растут их кормим и и приносит приплод потом можно по идее не знаю но опять же реализовано здесь или нет по идее продавать так давайте глянем что мы еще не посмотрели мы не посмотрели с вами по моему банкомат да ну давайте туда съездим немножко посмотрим еще карту до ближайшей территории вроде бы я с большего все вам показал полез и заготовки но видимо вот где масло завод вот там где-то должна леса заготовка быть но написано в описании что есть но реализованная леса но посадка леса да и реализация леса поэтому я не думаю что обманывают да поэтому просто надо найти это да и почитать описание карты вот но если вдруг мы выберем эту карту я в любом сделаю случай обзор когда дали подробный такой где что как чего зачем куда вести где загружаться куда вести так вот наш магазин да получается что это банкомат банкомат да но вот магазин да какой-то юность культура дом культуры что это юность и вот у нас здесь банкомат до расположен вот так хорошо ну вроде бы все мы посмотрели вроде бы все посмотрели вот такая вот у нас получилось карта варваровка вернее не у нас а у автора да и в принципе как бы я скажу свое слово до защиту карты вот мне карта очень понравилось я бы не против был бы на ней поиграть карта довольно интересные объекты интересные поэтому на этом и наверное на этой карте подведем итог на по нашим по нашим обзорам карты и прямо в комментарии когда ребят пишите какую на кому какая карта вам из четырех листите уже не помню да понравилось больше всего и вы хотели бы видеть его именно летсплей по ней и стримы по ней и так далее прохождение именно по-русски да с русской техникой с русскими комбайнами со всеми остальными делами вытекающими вот ну я думаю что вот эта карта составит на самом деле очень большую конкуренцию балдейкина но балдейкина тоже шикарная карта поэтому я склоняюсь к двум да вот к этой и балдейкина вот но посмотрим что как сказать ваши комментарии почитаем да и посмотрим сколько людей за какую карту проголосуют соответственно ее и выберем все дорогие друзья пишите тогда комментарии я буду читать и потом подведем какой-то итог через некоторое время и уже начнем непосредственно летсплей по-русски да на термин симулятор на русской технике и на русской карте все спасибо за внимание всем пока